Нет источника? Денег нет. Зачастую вопросы ремонта путепроводов встречают именно такой ответ. На заседании комитета областной думы по транспорту озвучивают печальную статистику Ярославских мостов. 35% из 300 с лишним сооружений, находящихся в собственности области, в неудовлетворительном состоянии. Три моста в критическом. С муниципальными ситуация еще хуже. Половина путепроводов требует ремонта. За 10 лет только 40% от тех, кто нуждался и по плану должен был проходить капитальный ремонт, прошли только 40%. Для проведения всех мостовых сооружений в нормативное состояние необходимо до 5 миллиардов рублей. Требуется ремонтировать или конструировать примерно по 12 мостов в год. Вместе с тем анализ последних лет показывает, в год удается сделать почти в два раза меньше. 44 из 110. Примерные планы на год 15-й выглядят чуть более оптимистично. Завершить уже начатые работы на мостах через реку Сару в Ростовском районе, через Ухтому в Первомайском районе, через Маткому в Пашихонском районе. Планируют также построить мост через Улейму в Углическом районе и приступить к капремонту мостового перехода через Пахму на юго-западной окружной и путепровода на Нефтяников. За счет субсидий рассчитывают построить пешеходный мост в поселке Борисоглебский и отремонтировать Добрынинский путепровод в Ярославле. По состоянию мостов общая картина примерно одинаковая. Если мосты подходят к аварийному состоянию, то понятно, что он планируется сразу же в следующий год, проводится обследование, документация готовится и мост ставится в ремонт. Тем не менее, отмечают депутаты, капитальный ремонт моста для более чем скромных муниципальных бюджетов – ноши неподъемные. В связи с этим есть идея постепенно перевести путепроводы в областную собственность. Готовы разработать программу, она будет не однолетняя, безусловно, а на несколько лет по переходу этих мостов в областную собственность. И, соответственно, контроль и ремонт тоже мы заберем себе на областной бюджет. Но я прошу дать время и программу сделать лет на пять, чтобы она была реальная. Эту инициативу комитет Думы поддержал. Вместе с тем решили, что нужно провести инвентаризацию мостового хозяйства региона. Ведь многие сооружения, по словам депутатов, до сих пор в нем не числятся. Нина Колтина, Олег Лушников. День в событиях.